Блиц чемпионат мира Ну вот здесь у нас получается так, что очень быстро играют шахматисты Ну и, соответственно, перерывы окажутся длиннее, чем, собственно, само зрелище Сейчас мы видим, как Магнус Карлсон будет играть с Гадиром Гусейновым Ну в первом туре были некоторые неожиданные результаты То есть не всем фаворитам удалось побеждать Удалось победить Ну, конечно, мы будем обращать внимание на первые столики Вот Карякин играет с Георгом Мейером Кстати, очень непростой соперник, я знаю Мейера Из Германии, очень жесткий такой шпилер Шпилер как раз по-немецки Ну, применяет этот термин и применительно к другим людям Ну, жесткий, практичный игрок, быстрый Ну вот Ян Непомнящий, видите, на дальнем плане Я надеюсь, что он тоже побудется А это Максим Вашьелограф Играет с Чедлишвили, насколько я понимаю Грузинский гроссмейстер Вот, так что я надеюсь, что нам на первых столиках будет на кого посмотреть Но вовсе не факт, что Карлсон с Карякиным будут все время их оккупировать Достаточно один раз со ступицей проиграть И все, до свидания Так, пока не стартовал этот тур Я зачитаю результаты первого Накамура выиграл у Голощапова Ипатов проиграл Карякину Аронян-Поткин ничья Видите уже потери Карлсон одолет Федосеева Вашьелограф выиграл у Джабава Криворучка, как вы знаете, победила Замучила Ананда Мамедьяров выиграл у Валеха Так, Лек Ван Клем выиграл Непомнящий Гречу, кстати, сыграл в ничью Вот это интересно Так что не так все просто Свидлер победил Ну, в общем, в основном, конечно, сильнейшие люди побеждают Морозевич тоже выиграл Так что ждем этих всех людей наверху К сожалению, Дубов проиграл Давиду Антону Испанцу Вот этому замечательному Ну, Даня, надо взбодриться и, в общем, тоже подключиться к борьбе Ну, для этого надо выиграть хотя бы одну партию подряд Вот Женя Тамашевский тоже выиграл Так что в основном россияне выиграют, как я вижу Но все еще впереди А это Накамура Накамура на первом столике сражается против Ван Хау Кстати, элитный боец напротив Ну, во всяком случае, в классических шахматах Так, ну, поехали Снова смотрим Накамура Ну, ладно, давайте смотрим Накамура Я бы предпочел бы, конечно, как-то варьировать первые столики Чтобы не только одного Накамура смотреть Ну, хорошо, Сторонидейская защита Нормально Аш-3 Аш-3, Е5, Д5 То есть такой закрытый Закрытый вариант И теперь слон встает на Е3 Не опасаясь прыжка коня на Ж4 О, как! Видите, белые активно прессингуют черных на кролевском фланге Теперь провести Ф7 и Ф5 будет непросто Аш-4 Сразу жестко в кость Правильно, пешечку на Аш-5 поставим Уже ладья с Аш-1 будет работать Призадумался, Хикаро Призадумаешься тут Ну, конь ДЦ-5 напрашивается Чтобы на пешку Ж4 напасть Давай, конь ДЦ-5 Вот, а потом уже пешку Ф куда-то можно будет пулять Хотя, да, конь ДЦ-5 Ж5, наверное, сыграет, да? Конь Д2 Ну, теперь Ф5-то точно надо пулять Вперед Вперед из песни А можно конь Б4 напрыгнуть Чтобы шах на Д3 выписать белому Ага, вот он Вот он Конями-то прыгает Пугает Ферз Б1 приходится играть Да, вот здесь, видите, начинаются проблемы Ну, правда, проблемы относительные Я думаю А, там Ферз Б1 на Ж4 пешка висит Ага, вот тут Китайский товарищ-то И, видать, что-то у него не срастается Ну, конь Б3-то надо сыграть Конь Б3 Вот сейчас Чтобы Ферз Д1 контролировал поле Д3 Ну, и разменять Ну, это неправильный ход Это не странгийский ход Конь Б3 надо было играть, конечно же А3 Ну, вот Зато у этого продолжения есть тот плюс Что черный конь оказывается вне игры Слон Д3 Ну, на самом деле, это жесткая игра на удержание Теперь и в 7 Ф5 играть там Не очень хорошо для черных После разменов на Ф5 Белый конь на Е4 станет Может быть, я зря действительно Поругал Ванюшку Китайского Ванюшку Может, размен на Ц5 не так плохо Во всяком случае Здесь вот Активность черных сейчас Приостановлена Довольно серьезно И как, например, коня Са6 Переправлять на Д6 С точки зрения коневой геометрии Это непростая задача Ну, я знаю, конечно, решение Сыграть Са6 Конь Са7 Конь Е8 Ферз Ф6 Ну, вот у Хикару и другая идея Он ферзя на Ф4 хочет задвинуть И, между прочим, это опасно для пешки Ж4 Вот сейчас вернуть бы пешку с А4 на А3 А нет, нельзя Не получится Ну, вот Кстати, не факт, что слон на Д3 правильно ставит Может быть, ему на Е2 надо было ставить Ну, я так понимаю Ага, ферз Е7 Ну, теперь появилась зацепка Черные где-то Ф6 могут сыграть, если что Ну, вот слон Е2, слон Ж4 Лучше бы так, наверное, слона-то двигать Но уже сделанного не вернешь Ну, что, Ф6, мне кажется Надо, надо воевать Ну, кстати, белые, это часто и нуля могут уйти Чтобы потом на королевском фланге Уже драться с открытым забралом А можно коня все-таки с А6 попробовать куда-то вывести Хотя, не знаю Вот, если дождаться длины аркировки белых То этот конь на Б4 может прыгнуть Но, в любом случае, как-то взаимодействие фигур Пока у черных не самые удачные Ну, можно слон Д7 пока подготовительный ход сделать И отложить на будущее этот подрыв Ф6 В общем, позиции нестандартные, необычные У коня не видно заманчивых путей Конь Б8, конь Д7 А дальше там он слону будет мешать То есть, у каждой стороны Ну, все-таки Ф6 сыграл Ферз Е3 Ага, вот и Ц6 То есть, создает напряжение на доске На камуре Ну, это его хлеб Это его главная задача Правда, я не уверен, что он хочет меняться на Д5 В этом случае белые, легкие фигуры получат новые возможности Пешка на С6 встает именно, чтобы там стоять И стоять, может быть, долго Ну, я бы, конечно, и нуля сделал Ход за белых Чтобы уж потом ладьи могли работать по полной программе Где-то можно, кстати, будет H4-H5 сыграть Попробовать все вскрыть Ну, слон Е2 Если слон Е2, тогда пешка на Ф5 отправится Кстати, а может быть, черным действительно пешку на Ф5 отправить? Правда, дальнейший план тоже скрывается Скрывается в мраке неизвестности Но, судя по всему, на камуре коня через Е8 на Д6 ведет У меня такое ощущение, что он стремится Как-то объединить усилия фигур Ну, понял, что коню на А6, в общем, по большому счету делать нечего Да, 3-0 Ну, вот правильно сейчас так Б5 не пойдет у нас Ну, белые, я думаю, уверенно скушаются эти пешки Хотя, надо посмотреть там Есть тоже кое-какие мысли Но, может быть, пешку на Ф5 сначала поставить Ф6, Ф5, чтобы слон Ж7 работал, если что Нет Продолжает на камур свой план Коня на Д6 переводит Ну, с позиционной точки зрения грамотно Ну, вот теперь H5-то надо изучать H5 и туда вот Проехаться Ну, король Б1 можно предварительно, конечно, сделать Ход профилактический Чтобы по большой черной диагонали Не было никаких неприятностей Так, смотрим на цифровлад Вот половина времени отведенного соперники Слон Е2 Ну, так мягко, мягко, мягко Технично пытается играть китайский товарищ Ну, конь Д6 совершенно очевидный ход Ну, во всяком случае, вот сейчас к этому коню Не может быть никаких претензий Он давит на пешки С4, Е4 Ну, да, не видит активного плана Китайский товарищ И, ну, видит Если что-нибудь активное у американца Это тоже большой вопрос Так, ну, не знаю F5 напрашивается, если честно Все-таки на пункт Е4 надавить Потому что пункт G5 продавить Не удается, судя по всему Альтернатива какая? Разменяться на G5 Ладью на F4 задвинуть При вертикали F подавить Ну, судя по ходу Слон D7 все-таки не оставляет Ихикару надежды где-то на ферзовом планке Вскрыть линии Где-то B5 все-таки ударить Но тут важно понимать Что белый сразу получит Д5 свое распоряжение H5 Ну, вот началось Но все-таки Китайский товарищ понял Что дожидаться активности соперника Это может быть неправильно И вот он начал борьбу по белым полям На взятие на G5 Он возьмет, конечно же, на G6 сначала И потом на G5 А, простите Там H6 есть Вот это интересно Интересная война Ну, можно на FG и конь G5 побить Видите, король-то на B1 Правильно шел Так, конь G5 И конь на E6, кстати, если что Отправится H6 Так, вот здесь комбинации Комбинации надо смотреть Так, конь E6 Взяли-взяли Но там пункт D5 Нет пункта D5 Вот в чем проблема То есть черный один раз возьмут на E6 А потом сыграют G6, G5 И пешка на E6 окажется в окружении Ну, тем не менее, кстати Ее ходом слон E4 можно было подкрепить Ну, теперь конь H2, да, видимо Конь H2 и правильно И ввести через поле G4 Ну, дальше Слон G4 А, минуточку А там на C4 не зависло? Коромысло Так, взяли-взяли И конь C4 Так Ну, вот, похоже Это зевнул Это китайский товарищ Зевнул 100% Неожиданно, я думаю И теперь, получается Смотрите, на королевском фланге Все у черных крепко А вот на ферзовом фланге Да, конь D6 Ну, все Черных все под контролем Пункт F5 И Ну, на ферзовом фланге Уже есть перспективы Создания атаки Да Ну, вот Судя по всему Сейчас ситуация меняется В пользу черных C4 Правильно Да, вот на ферзовом фланге Обязательно найдется Какая-нибудь Какая-нибудь война Ну, правда При вертикали D тоже Вот сейчас Видите, как Б5 ты не сыграешь Там на C6 Возьмут И конь на D5 Внедряется То есть С позиционной точки зрения Белые стоят крепко Так, ну да Надо стоять на месте Конь E3 Да, и дать возможность Сопернику проявить себя Да, ой Карушка сейчас Явно хмурится Так, ладья Взяли на C4 Так, G4 Ой-ой-ой Разрываем пешечную цепь Молодец Вот в плане разрыва цепи Конечно, хорошо B3, наверное А, B3, А4 Так, и D6 D6 Надо какую-то активность Налаживать Так, ладья D4 Не пускает наших D7 E4 Смотрите Ну сейчас слом вступит в бой Ладья B4 Следующий ход Да, все-таки Преимущество ученых Если так быть откровенным Может взять на D4 Нет Ладья B5 Видите, уже ладья B2 Угрожает Ай-яй-яй Ай-яй-яй Кароль B2 Взяли И ладья на B5 взяла Объел как липку А, ладья E4 Ладья E4 Что ж ты делаешь Там же шаг на E8 был Ай-яй-яй Ну немножко упустил Хороший момент Да Ну близок Финиш близок Видимо черные должны здесь побеждать Ну вот Накамур молодец Изобретательно действует Так И И Ну а4 там Или B5 даже B5 Можно сыграть Видимо B5 А, ну ладья C3 Тоже ход как ход Ага Ну взяли на C4 И взяли на G4 Все завершается просто На самом деле Черные забирают фигуру И при этом защищают Слона на G7 Да, все Остановил часы Китайский товарищ Ну обсуждают За шахматисты Некоторые моменты Давайте переключаемся На другие партии Если кто-то еще борется Вот там Между прочим Да, да, да Это Магнус Это Магнус Так Ладейное окончание Видимо ничейное Сейчас посмотрим Шаг Ай-яй-яй И король Король порвался Да, но это ничья Ладья D6 А вот и ничья Король C5 Надо было играть Тогда все равно Ладья C6 Шаг и Ладья D6 Все Проигрывает Проигрывает Гадир Гусейнов Но Магнус молодец Перехитрил соперника И в общем Теперь он идет вперед Два из двух Так А что здесь у нас Здесь черными выиграл Ларан Ферсене Насколько я понимаю Да Вот если есть живые партии Оперативно Надо переключаться Здесь Сейчас каждая секунда Дорога Вот я вижу Что Саргисян Вот борется Борется Ладейное окончание У него похуже А напротив его Это кажется Давид Антон Давид Давид Антон Вот Трудно сказать Да Ну Практический шанс На выигрыш Здесь у черных имеются Но Это сделать очень непросто Да Так Шаг-шаг Сейчас король Передвигается Вот туда Направо Так Только надо быстренько Действовать Бодренько Ладья Д6 Ой Это куда Это куда Это куда Ладьей на Д6 Надо передвигаться Чтобы король на Д5 Вышел Так Ф4 Ай-яй-яй Так А может быть Король Е4 Вот Вот так надо Правильно За пешку скрываемся И следующий Вот король Е3 Король Е3 Опа Король Е3 Мат угрожает Так Ну правда Пешку придется съесть Оп Д3 Угрожает мат Ну Вот С другой стороны Видимо все-таки Видимо все-таки Ничья Очень близко Да Ну пешка Е6 Все-таки идет Видимо Ферзи Да Ну да Вот здесь Элементарная ничья Это уже Позиции Фелидора Так Ладья На восьмой ряд Да И здесь Ничего нет Согласились на ничью Ну что Интересно Увлекательный Ладья И не смог Испанский товарищ Отквитаться За своих футболистов Вчера Вы помните Что потерпели Досадное поражение Испанцы Покидают Мировой чемпионат Ну а вот В шахматах Они еще борются Молодцы Итак Завершился Второй тур Уходим на перерыв И ждем Развития событий Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 Добавил субтитры